Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Иеремии, обратимся к 44 и 45 главам, потому что 45 глава буквально несколько строчек, которые вполне себе продолжают 44. И вот что, собственно, в этих главах происходит. Здесь Господь продолжает говорить пророку Иеремии и говорит о тех людях, о тех иудеях, которые живут в земле египетской. Вы видели все бедствие, которое я навел на Иерусалим и на города евдейские, вот теперь они пусты за нечестие их. Здесь уже, в общем, речь идет только и исключительно о поклонении чужим богам, потому что для живущих в земле египетской социальные, скажем так, нравственные проблемы жителей Иерусалима, в общем, не так актуальны. Поэтому здесь пророк от лица Господня или Господь через пророка говорит о том, что вот вы видели бедствие, которое я навел на Иерусалим за нечестие их. Господь свидетельствует, что он посылал множество пророков, и вы не слушали и не преклонили ухо своего. И поэтому изливается ярость моя и гнев мой. Снова и снова пророк передает вот эти слова Господни, которые выражают логику происходящего. Нечестие, за которым следует гнев Божий, и иначе не может быть, не может такого быть, чтобы это нечестие не вызвало ярости Господней. Далее Господь обращается к, по-видимому, к иудеям Египта и говорит довольно странное слово, странные слова в нашем нынешнем синодальном переводе. И ныне так говорит Господь, Бог Славов, Бог Израилев, зачем вы делаете это великое зло душам вашим, истребляя у себя мужей и жен взрослых детей и младенцев из среды иудеи, чтобы не оставить у себя остатка. О чем идет речь, в общем, не очень понятно. И, скорее всего, здесь синодальный перевод изрядно хромает. Суть же, насколько можно судить, заключается в следующем. В это время в Египте существует большая иудейская колония с центром, по-видимому, в Элифантине, такое там почти компактное расселение иудеев вокруг Элифантины, ну и, конечно же, в других городах тоже. И вроде бы как они, иудеи, чтут единого Бога. И даже в более поздние времена там, в Элифантине, существовала копия, ну приблизительная копия, Иерусалимского храма, велись богослужения, своя ветвь первосвященнической фамилии там присутствовала и так далее. В общем, такой филиал был. Но в это время, о котором идет речь в 44 главе книги Иеремии, в это время на самом деле большая часть этих людей, если не вообще все, во всяком случае женщины, а может быть и, скорее всего, вместе с мужьями, одновременно поклоняются египетским божествам и особенно некоторой богине небес. Да по большому счету не так важно, какой там еще богине, они пытаются поклоняться богам, которые в земле египетской. Вот. Это одна сторона дела. Вторая. В это время приходит караван, и может быть даже несколько караванов, тех людей, которые жили в Иерусалиме, сбежали в Египет, вот предыдущие две главы об этом рассказывают, сбежали в Египет, хотя Господь сказал им, чтобы они этого не делали. Вот они ведут за собой еще и пророка Иеремию, тоже, так сказать, уводят насильно. И жители Элефантины, жители других городов, Иудеи, по-видимому, не принимают пришедших из Иудеи, и они отделяются друг от друга, потому что одни, все как один из детьми считают, что надо почитать богиня неба. Пришедшие из Иудеи почитают, насколько вообще почитают, бога Израилева очень-очень приблизительно, и каких-нибудь там еще палестинских, ханаанских божеств. И они не соединяются друг с другом, они оказываются, по-видимому, враждебными, и вот отсекают египетские иудеи от себя, людей, которые пришли из Иудеи после разрушения Иерусалима Навухода Насаром. То есть вместо единой, так сказать, колонии получается внутренне расколотое общество. И вот Господь, насколько можно судить по этому загадочному месту, Господь все-таки говорит вот именно об этом, к этим людям и к египетским иудеям, зачем вы прогневляете меня изделием рук своих. И он, собственно, упрекает в том, что никто ничему ни на каком примере не учится. Вот эти иудеи Иерусалима, они поклонялись каким-то еще чужим богам, и, может быть, богине земли, сирийской всякой какой-нибудь, неважно. Все развалилось, все рухнуло, город погиб, и бог тысячу раз говорил, что это следствие неверности. Вот иудеи Египта, которые тоже поклоняются так, как хотят, какой-то там еще богиня неба, и ничему не учатся, ничему. Вот в 20 веке появилось такое выражение «вечно вчерашнее», которые ничего не забыли, ничему не научились. Вот они ничему не научились. И Господь говорит, они не смирились до сего дня и не боятся. Потому так, говорит Господь, я обращу против вас лицо мое. Дальше Господь говорит, возьму оставшихся иудеев, которые сбежали в Египет, они все будут истреблены. Посещу живущих земли египетской, как я посетил Иерусалим, никто не возвратится. Таким образом, здесь Господь в первую очередь подчеркивает, и Иеремия свидетельствует именно об этом, и именно поэтому Варух записывает в этот текст эти пророчества, что Бог остается Богом для тех людей, которых изгнали из Иерусалима. Они, впрочем, сами в данном случае против воли Божьей убежали, но он остается их Богом, он остается Богом, владыкой, и в Египте тоже, и в любой другой земле, как мы увидим в эпоху пленов. Ибо моя вся земля, говорит Господь. И это очень важное для той эпохи откровение, потому что люди часто представляли себе каждого Бога, в том числе и истинного Бога Израиля, как местное божество, которому подвластна определенная территория, которая действует на определенной территории. Египтяне, кстати, так думали в том числе. Но следующий чрезвычайно поучительный момент, после того, как Иеремия от лица Господня говорит, что все бегущие в Египет погибнут, никто не возвратится, не надо было этого делать. Вот все эти люди, мужья, знавшие, что жены их кодят иным богам, и жены, и весь народ в земле египетской, они отвечают Иеремии и говорят, в общем, страшную вещь. Они говорят, что мы не будем слушать слово, которое ты нам говоришь. Будем делать так, как делали, кодить этой самой богине неба, возливать ей возлияние, как мы делали в городах Иудеи на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты, несчастливы и беды не видели. То есть они говорят о том, что вот мы жили в Иерусалиме, в городах Иудеи, кодили всяким чуждым богам, ну и богу Израилеву тоже отчасти поклонялись. И было у нас все хорошо. А потом, когда мы перестали кодить богине неба, терпим во всем недостаток, гибнем от меча и голода. То есть Иеремия говорит о том, что бог Израилев разгневался на народ за это кождение иным богам. Вообще-то нарушение заповеди, потому что в Завете сказано совершенно однозначно, да не будет у тебя иных богов перед лицом моим. Все, что тут обсуждать? Так договорились с богом. Мы обещали ему, что не будет у нас иных богов перед лицом его. Мы не будем творить себе кумиров. Тем не менее, вот бог говорит, вы предали завет, я разгневался. И поэтому катастрофа и гибель. А люди говорят, мы раньше кодили богине неба, и было все хорошо. А теперь перестали, ну потому что пророки Иеремии, в первую очередь, выставали против этого. И теперь все плохо. И совершенно тупиковая ситуация, когда никого ни в чем убедить нельзя. Возможно, только знаки какие-то, знамения, которые бы могли подтвердить подлинность, правоту, парадигмы, с которой обращаются к народу Иеремия. Он обращается к людям и говорит, вот это каждение вспомнил бог, оно взошло ему на сердце, и потому и сделала земля ваша проклятием, так как вы, совершая это курение, грешили перед Господом, и постигло вас это бедствие. Вот альтернативная, народная, так сказать, точка зрения. Кстати, обратите внимание на то, что Иеремия в сущности один, и вполне могут найтись какие-нибудь ревнители, которые ему скажут, вот посмотри, народ, там богоносец, вот традиции, вековая культура, прочее, прочее, ну потому что в любой момент всегда такие народолюбцы говорят примерно одну и ту же чушь. И что вот раз весь советский, весь иудейский народ, вот он вот так, значит, все хорошо, так и надо делать, ходить богине неба. Для Иеремии массовость греха и заблуждений, нечестия, беззакония не делают их приемлемыми. Понимаете? Нарушение завета все равно является тяжким грехом, вне зависимости от того, один человек это совершает, или весь народ себя как один из детьми. И это серьезная очень вещь, такая, я бы сказал, на полях 44 главы, на полях. Но все-таки не думать об этом тоже совсем было бы невозможно. И вот Иеремия в конце главы обращается и говорит, слушайте, слушайте слово Господне все иудеи, так говорит Господь. Вы теперь говорите, что вы будете катить богине неба и твердо держаться ваших обетов. А Господь вам на это говорит, хорошо, вот я поклялся великим именем моим, что уже не будет в земле египетской произносимо имя мое. То есть, Господь говорит о том, что вся эта колония беженцев исчезнет. Я буду наблюдать над вами к погибели. Только очень малое число возвратится в землю иудейскую. Но на этом словесная битва останавливается, потому что Господь говорит, вот вам знамение, знак, я отдам фараона Априя, царя египетского в руки врагов его, как отдал Сидыкию царя иудейского. Речь идет, собственно, о дворцовом перевороте, по-видимому, том, который сверг Априя и когда воцарился Амасия. Да, это событие, которое произошло на глазах бежавших из иудеи в Египет и, вероятно, должно было убедить их в том, что Бог властен над всеми, в том числе и над фараоном, так же, как над иудейским царем. всеми, амасия Продолжение следует...